День социального работника – праздник с богатой историей. Со времен Петра Первого по указу к десяти больным в богодельне был представлен один человек для ухода. Спустя столетия такая помощь стала профессией, а достойные продолжатели дела, начатого Петром Первым, сегодня принимают поздравления за преданность подопечным и профессии. И здесь недостаточно добростовестного выполнения ваших национальных обязанностей. Здесь очень важно иметь благородное большое сердце, которое есть у вас. Очень важно иметь огромное терпение, умение сопереживать. И это все есть у вас. Почему? Да потому что наши анапчане, а их 365 человек, работников социальной сферы, сегодня помогают людям и несут им и дают уверенность в завтрашнем и будущем дне. Поэтому разрешите вам пожелать здоровья, удачи, неиссякаемого оптимизма, энергии, в вашем нелегком, но очень благородном, хорошем труде. С праздником вас! Занеститель главы города Людмила Мурашова вручила грамоты и цветы тем, кто каждый день помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С праздником соцработников поздравили творческие коллективы Анапы и будущие коллеги, студенты Российского государственного социального университета. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем нам она не знали, чтобы в нас стали жить, чтобы горя не стали, и чтобы ваши дети вас радовали. Выступление детей из клуба эстетического развития «Дорога добра» у многих вызвало слезы. От умиления и радости, что дети, несмотря на физические недуги, смогли стать настоящими звездами. Сотрудники социальной сферы перед выступающими в долгу не остались. Дебют хора соцслужбы с гимном соцработника приняли с восторгом. Есть у нас любимое дело, и хотя не легок наш труд, а судьба у Бога по власти, мы спешим, нас верят, нас ждут. Те, кто хочет чуточку счастья. От профсоюзной организации руководителям отделов соцзащиты подарили цифровые фотоаппараты, чтобы их яркая и многогранная жизнь оставалась в истории для следующих поколений социальных работников.